Всем привет! Сегодня у нас небольшой обзор, но долгожданный, автопилота от компании SIY-N7 и GPS-M9M, тоже от компании SIY. Давайте разбираться, что это за автопилот такой. Этот автопилот я буду ставить на дрон, который меня будет возить в камеру ZR-30. Я решил выбрать автопилот от компании SIY, чтобы как бы унифицировать полностью их экосистему. Передатчик, автопилот, камера, чтобы это все было в связке. Разумеется, можно и в принципе любой автопилот на автопилоте, скажем так, настроить для работы с системой SIY. Но вот я решил, чтобы все было под одно. И этот автопилот обладает следующими характеристиками. Здесь установлен процессор H743, STM32-H743. Это самый, наверное, лучший процессор для подобных контроллеров на сегодняшний момент. Да, там есть еще 753-й процессор, но он ничем не отличается, кроме аппаратной поддержки криптографических функций. Еще есть, по-моему, H757. И он имеет просто второе ядро на 280 МГц. Нужно ли оно и используется ли? Я думаю, навряд ли. Поэтому H743 сейчас, наверное, лучший вариант. Далее, этот автопилот имеет два сенсора акселерометра с яроскопом. Один от компании Bosch, BMI 088. И еще от компании Vansense ICM2689. Я посмотрел в интернете отзывы на эти акселерометры с яроскопами. И, в принципе, они довольно-таки нормальные. Ну, каких-то критических нареканий нет. Я думаю, эта связка будет хорошей. Кроме этого, здесь есть встроенный компас IST8310, довольно-таки стандартный. И бородатчик MS5611. Ну, довольно-таки простой бородатчик, но вроде бы работает тоже без нареканий. Вот это вот то, что я назвал, то есть датчики с процессором, это составляет так называемый FMU. И я немножечко обратился к документации по Pixhawk, да. Почитал, посмотрел, так как для меня эта тема не совсем знакомая, да. И увидел, что есть несколько версий FMU. И сейчас последняя версия шестая. И этот автопилот в целом соответствует FMU версии шестой. То есть, в первую очередь, благодаря процессору. Потому что на пятой версии там стоял F7 процессор. На четвертой версии, по-моему, F4. Вообще, поизучая рынок таких автопилотов, мне кажется, наиболее ближайший конкурент этому автопилоту, это автопилот Pixhawk от компании Holybro 6C. Есть еще 6X, он отличается увеличенным количеством сенсоров. Там чуть другие сенсоры, там, по-моему, три стоит акселерометра гироскопа. Ну, а в целом, больше-то он ничем не отличается. А вот этот прям очень-очень похож на 6C версию. Поэтому, если вы хотите рассматривать конкурента этому автопилоту, ближайший, я думаю, это Holybro 6C. Ну, что ж, теперь давайте распакуем, посмотрим, что внутри. Вот, что нас ожидает. Очень довольно-таки все красиво уложено. В первую очередь, это плата питания, так называемая, небольшая. Она содержит в себе просто датчик. По-моему, до 120 А в пике датчик может поддерживать работу. И стабилизатор для питания самого автопилота. Все довольно-таки просто. Просто хотелось бы, конечно, плату побольше, которая бы объединила в себе еще и плату распределения питания. Ну, то есть, чтобы это было как бы вместе с вот такой вот платкой распаяно. Чтобы сразу напрямую к ней припаивать моторы. Ну, это мелочи. В общем-то, вы можете, наверное, прикупить любую другую плату питания. Тут, как бы, проблем, наверное, быть не должно. Это все унифицировано. Вот у нас сам автопилот. Он в металлическом корпусе. Ощущается очень прохладным. Такой премиальный вид у него. Интересный дизайн. Выглядит он очень хорошо. И современный. Пока его отложим. И набор проводов. Давайте сразу посмотрим. Наверное, здесь все по стандарту. Смотрите, кабель USB-C. Причем я вижу здесь много контактов. То есть, он полноценный. И проводка для автопилота. Здесь есть разнообразные коннекторы. Их, наверное, тут на каждый порт есть свой провод. Так, и еще у нас здесь есть двухсторонний скотч 3M для крепления автопилота к раме. Он нам тоже пригодится. Вот и весь комплект. Никаких инструкций нет. Но так как это все, в принципе, стандартные автопилоты для PixHawk автопилота, наверное, вряд ли потребуется какая-то отдельная инструкция для этого. Теперь давайте подробнее рассмотрим сам автопилот. Сверху у нас, как обычно, индикация, присуща стандартным полетным контроллером для PixHawk. Давайте посмотрим на левой стороне. Серийный порт номер 6, USB-C, телеметрия и i2C порт. То есть, видимо, многофункциональный. И еще один порт телеметрии. Здесь на другой стороне у нас CAN порт. И еще один порт i2C. И еще здесь есть порт для SD-карты. На верхней панели, скажем так, порт для GPS-модуля отдельный. И порт питания. Это вот как раз тот самый порт, который у нас от платы питания отходит. А на обратной стороне у нас здесь 8 PWM-выходов. Еще 5 программируемых PWM AUX. Да, вот здесь написано. И еще один S-BUS. То есть, мы имеем здесь по спецификациям 4 порта UART, 3 порта i2C, еще один порт S-BUS, 6 PWM-выходов, плюс 5 программных, одну CAN-шину, microSD-карту, USB-C, порт для GPS. Вот такие вот спецификации у него. Ну, а теперь давайте посмотрим, что там внутри, как оно сделано. Нам придется открутить нижнюю крышку. Так, а теперь смотрим. У нас здесь снимается верхняя крышка. Вот таким вот образом. Она сделана из фрезерованного алюминия, я так понимаю. И вот что внутри. Так, мы снимем вот эти пластиковые световоды. Вот так выглядит автопилот изнутри. Я вставлю там парочку фотографий, чтобы крупным планом вы смогли увидеть. У нас здесь расположена батарейка, как мы видим, для питания часов к смоз. Плата вся обработана специальным лаком, влагостойким. То есть, плата у нас влагозащищенная. А сам IMEU у нас располагается на вот такой вот демпфирующей поролоновой, наверное, подложке. Видимо, внизу там, может быть, какие-то датчики, бородатчик, возможно, и процессор. А вот в верхней части, полностью залитой специальным компаундом, у нас находятся сами сенсоры. Вот так это выглядит. Больше тут, в общем-то, и смотреть особо нечего. Все компактно. Ну, естественно, дальше я разобрать не смогу, потому что это повредит автопилот. Ну, вот так это выглядит. Все очень даже неплохо. Также стоит отметить, что в блоке IMEU, вот в этом черном, находятся еще и термостабилизирующие резисторы, которые будут подогревать при необходимости ваши гироскопы IMEU, которые здесь расположены. Вот такой вот автопилот мы имеем. Я, к сожалению, не смог найти разборку автопилота Holybro A6C, например, да, того же, чтобы посмотреть, какая там виброразвязка. Ну, я думаю, что примерно так же все сделано. Ну, в более ранних, я, по-моему, PIX4 смотрел, там все гораздо проще. Ну, а теперь давайте еще раз смотрим GPS, который поставляется с этим автопилотом. В общем-то, это довольно-таки обычный для таких автопилотов GPS, но у него есть свои интересные особенности. Вот так он выглядит. Вот такой у него дизайн. Очень-очень похоже все на GPS от Holybro того же, да, M9N. Распиновка, например, абсолютно та же самая. Я посмотрел. То есть здесь у нас, видите, 10 проводов находится. Помимо питания, TX-RX самого GPS и SD-SCL линии I2C, да, для компаса. Кстати, здесь тоже расположен компас, точно такой же, как и в автопилоте IST8310. То есть у нас двойное резервирование компаса в этой связке получается и двойное резервирование акселерометра с гироскопом. Так вот, шесть стандартных проводов у нас задействуются для этих целей. Кроме того, здесь есть кнопка Safety, да, кнопка безопасности Safety Switch, так называемая функция, в Ardupilot. Она расположена вот здесь, подсвечивается. И еще, видимо, два провода для индикации вот этой вот интересной подсветки по кругу. Такого я не видел ни на одном GPS, потому что у Holibron, по-моему, там все гораздо проще с этим. Сейчас мы его разберем, посмотрим, что внутри. А я еще хотел сказать по комплектации. Здесь у нас вот такой вот коробочке стандартной для GPS. Комплект креплений. Вот такая вот карбоновая трубочка, стоечка, да, и металлические детали тоже из алюминия. Тут у нас один держатель, который прикручивается к раме, судя по всему, и один держатель GPS. Также здесь есть, как всегда, двухсторонний скотч и набор болтиков с винтиками. Кстати, побуду немножечко занудой. Правильнее такие системы называть не GPS, а GNSS. Именно потому что они поддерживают не только GPS, но и другие глобальные навигационные системы. Теперь давайте посмотрим, что внутри, разберем его. Так, вот как выглядит GPS. Антенна от CIRCOM и чипсет. Смотрим. Так, это у нас рассеиватель. Чипсет Ublox M9N. Вот он здесь расположен, распаян. Как видите, у нас тут на плате написано M7GPS версии 5. То есть эта плата делалась специально под этот автопилот. Это не какая-то там взятая готовая плата. Кстати, здесь еще расположен бузер. Я забыл упомянуть, один провод еще идет на бузер. Вот здесь на плате у нас отдельная индикация GPS вот здесь внизу. А вот эти индикаторы по кругу, они очень красиво светятся, я позже вам покажу. Они, видимо, будут сигнализировать о состоянии самого автопилота. Также пару слов о чипсете M9N. Чем он лучше M8N? M8N. Самое основное отличие, это то, что он одновременно поддерживает до четырех систем спутниковой связи. То есть может работать одновременно с четырьмя спутниковыми созвездиями. И так как у нас в мире сейчас именно четыре самых завершенных продвинутых спутниковых созвездия. Это американская GPS, российская GLONASS, китайская Beidou и еще есть европейская Galileo. Этот чипсет с антенной сможет принимать спутники со всех четырех систем. А так как у нас во всех системах, кроме Beidou, 24 спутника, а у Beidou аж 36 спутников, то суммарно он должен улавливать больше 30 спутников в норме. Ну, это мы проверим потом. У меня просто M9N не было, посмотрим, как он будет с этим работать. Ну, а теперь давайте это все включим, посмотрим, как работает. Соединение подключения очень простое. Подключаем GPS в верхний порт, вот таким образом. И питание тоже подключаем, тоже в верхний второй порт. Вот и все. В общем-то он готов к работе, можно подключать уже периферию. Так, будем использовать такой вот аккумулятор четырехбаночный. И так, включаем. Заработал. Инициализация. Вот такая у него индикация. Но это еще не все. Посмотрите, как круто светится GPS. Вообще, шикарно просто. Ну, я думаю, тут и с AI-Way постарались и сделали реально красиво. Что ж, ну, я не буду показывать, как подключить его к компьютеру, настроить, потому что это все стандартно. Возьмите любой PixHawk, прошейте его там в ArduPilot или в Pix4, да. И с помощью QGround Control или Mission Planner я буду использовать QGround Control, потому что с AI-Way выпустил отдельно адаптированную версию для своих систем. И я всю эту настройку покажу вам в своем влоге по сборке дрона для камеры ZR-30. Ну, а те, кто уже знаком с настройкой таких автопилотов, я думаю, вряд ли вы что-то новое для себя найдете. По самому автопилоту могу сказать, что все сделано качественно, электроника компонентов подобрана хорошо. Как это все будет работать в полете, насколько хороша, хороша будет виброразвязка и все это в совокупность действует, мы скоро увидим. Я думаю, что все будет хорошо. Ну, а этот обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok